Белорусы выбирают новый состав Палаты представителей. О том, кто такой кандидат в депутаты, каков его портрет и с чем он идет в парламент, расскажет моя коллега Елена Михайловская. Весь сегодняшний день она работает в нашей аналитической студии. Елена. Да, Евгений, но сначала о гендерном соотношении. Среди желающих попасть в овальный зал, по данным Центра избиркома, 77% это мужчины и 23% это женщины. Что ж, посмотрим, изменится ли картина в результате выборов, но пока она близка к той, что рекомендует Организация Объединенных Наций. 30% женщин-депутатов. В этом смысле явный недобор, например, в иранском парламенте там всего 3%, а вот в Руанде, наоборот, зашкаливает женщин 58%. Что касается возраста, то десятая часть белорусских кандидатов, это молодые люди в возрасте до 30 лет. Самым юным по 22 года, это студенты. Один баллотируется в Слудске, а другой в Столбцах. Самый молодой избирательный округ Солигорский-Сельский. Там два кандидата и средний возраст 32,5 года. Оба беспартийные. Оба живут в Солигорске, несмотря на молодость, оба на руководящих должностях. Ну а самые возрастные кандидаты будут соперничать также в одном округе, только уже в столичном Грушевском. Одному 76 лет, второму 74, вот мы и посмотрим, чья же возьмет. По роду занятий в парламент стремятся очень разные люди. Это и руководители, и артисты, и предприниматели, и врачи, и учителя, и охранники с вахтерами. 30 безработных, 40 пенсионеров, но все они получили необходимый доступ от Центра избиркома. Что это означает? Нельзя просто так взять и объявить себя кандидатом. Есть условия. Итак, кто же может стать депутатом? Ну, во-первых, это только гражданин Беларуси. Второе условие – возраст не моложе 21 года. И в-третьих, путь в парламент заказан тем, у кого есть непогашенная судимость. Также нельзя баллотироваться в парламент депутатам местного совета, Совета Республики и судья. Как же стать кандидатом в депутаты? Ну, а здесь все зависит от того, какой путь выдвижения выбрать. Первый – можно пойти в народ и вместе со своей инициативной группой собрать тысячу подписей тех, кто живет в округе. Второй способ своего претендента могут выдвинуть в организациях и на предприятиях. Но главное условие – чтобы трудовой коллектив был не менее 300 человек. И, наконец, третий вариант – баллотироваться от политической партии, в которой кандидат должен состоять. Главное правило – один избирательный округ, один представитель от партии. Кстати, политические структуры на этих парламентских выборах активны как никогда. Девять блоков выдвинули своих представителей – от левых до зеленых. Впрочем, о политической окраске кампании еще расскажем.